Акимы 10 районов Жамбылской области ищут меценатов, готовых оплатить учёбу 116 студентов в Казахском национальном медицинском университете имени Асфиндиярова, пишет газета «Экспресс-К». Правовая коллизия случилась из-за правил оказания социальной помощи, утверждённых постановлением правительства. Этим документом целевые заказы не предусмотрены, зато чётко определён круг лиц, имеющих право на получение социальной помощи. Впредь студенты-медики не могут считаться нуждающимися, за исключением тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Объясняется это тем, что областной Акимат, выделявший гранты будущим медикам из сельской глубинки, прекратил финансирование из-за изменений в бюджетном законодательстве. Однако студентов в недоучках не оставят, заверил заместитель Акима области Ирканат Манжов. По его словам, дефицит кадров в сфере здравоохранения остаётся серьёзной проблемой для региона. Поэтому администрация вуза пошла навстречу студентам, им разрешили платить за учёбу дробно. Причём малоимущим в университете сделают скидку и гарантируют допуск экзаменам. Банковская тайна приказала долго жить, сообщает газета «Мегаполис». Свидетельство о прекращении действия закона о банковской тайне в Берлине подписали представители 51 государства. Соглашение предусматривает, что раз в год в правительство каждой из этих стран будут запрашивать у банков информацию о счетах нерезидентов. Иначе говоря, гражданин Казахстана, положивший солидную сумму на счёт в банке на Бермудах, теперь может быть уверен, что родные казахстанские мытари в течение года узнают о том, что такой счёт существует, и о том, кто является его владельцем, и даже о том, сколько на нём денег. Информация будет направляться в автоматическом режиме, то есть даже если наши налоговики категорически не захотят знать ничего о счетах и доходах каких-то наших граждан в офшорах, им эта информация всё равно будет направлена. Первый обмен подобной информации произойдёт в сентябре 2017 года. 70 комплектов светоотражающих браслетов получили школьники из Астаны. Об этом сегодня на страницах КазПравды. Особенно актуальны такие браслеты зимой, когда постепенно уменьшается длительность цветового дня, говорят сотрудники полиции. Поэтому новинка должна помочь в тёмное время суток пешеходу быть более заметным при переходе через дорогу. Эффективность этого доказана многими зарубежными исследованиями. Применение светоотражающих элементов снижает риск наезда на пешехода более чем в 6,5 раз. Дело в том, что обычно водитель замечает пешехода за 25-40 метров от машины. При ближнем свете фары это расстояние увеличивается до 130-140 метров, а при движении с дальним светом до 400 метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...